Главный бой вечера Вот его участник Один из А вот и второй Это В очередной раз Ведущий Тут у нас вышел Это не Вот человек, которого многие из вас Наверное помнят Это Брейдис Прескотт А это его соперник Франциско Фигуэро Фигуэро Пуэрториканец Он перебрался в Америку уже А вот Колумбиец Прескотт Нет, это не он сейчас на вашу крану Как на вашу крану Вот, сейчас Прескотт Прескотт Когда-то Очень-очень ярко выстрелил Очень-очень громко заявил о себе Это было Четыре года назад Когда он Нанес первое поражение И абсолютно неожиданно Амиру Хану Который потом стал чемпионом мира И так далее, и так далее И причем нокаутировал он Амира Хана В первом раунде На тот момент он тоже был не битым И как-то ожидалось, что Сделает большую карьеру После этого Он был такой яркой победе Потому что Хан был Уже тогда был звездой Благодаря такой Яркой манере ведения боя Ну, это я отвлекаюсь от ее рассказывать Я говорю Показывает одного Плачется, я говорю о другом Вот, сейчас показывает Прескотт Вот, и ожидалось, что Вот он После этого будет Идти вперед и вверх только Прескотт А он Уже в девятом году Проиграл Меделю Баскесу Проиграл Ну, там, правда Упорный очень бой Ровненький был Проиграл Кевина Митчелла Уже менее упорный бой был Вот Недавно он Еще два боя проиграл И в общем Такая Большая карьера Не состоялась То есть вот Остался он таким One hit wonder То, что называется В английском То есть вот человек Который блеснул один раз Вот один раз Он очень ярко блеснул Тогда победив Амира Хана Нокаутом В первом раунде И так далее А потом Вот как-то Не заладилось Причем Очень может быть Что именно Не заладилось Вот какой Синее плечо Такое Сине-черное плечо Второй нам тоже У Фигероа Вот Гато Если не ошибаюсь Это кот Это кличка Фигероа И кстати Вот Посмотрел Послужной список Брейдис и Прескота Там где вот И всякие Тактико-технические Данные Ему В свое время Дали даже Кличку Канкара Ну это По созвучию Слово Канкара Это Завоеватель Да Канкара Это победитель Хана Да Имеется ввиду То есть Человек Победивший Хана Ну вот Победил Хана И что Данный бой Проходит В весовой категории До 140 фунтов До 63 с половиной килограммов Для этого веса Прескот очень высокий Это 180 Это у него Нет Ну бывает Бывает Это не исключительно Высокий вес Высокий рост Для этого веса Ну достаточно Видите Соперник его ниже Сантиметров На 10-12 У Прескотта 25 побед Из них 20 нокаутом 4 поражения У Фигероа 20 побед Тоже 20 побед Просто 4 поражения Одна ничья 13 побед Нокаутом Из 20 Сейчас Зацепил Ох Хорошо Как попал Сейчас Прескотт Справа И еще Бабах И добил Но Вы знаете Я бы сказал Что Фигероа Повезло Что он быстро Упал Было бы гораздо Хуже Если бы он остался Стоять на ногах И Прескотт Еще успел бы Ему Навсаживать Тогда делал Опа Еще раз Смотрите А вот сейчас Потрясен А вот сейчас Потрясен Фигероем И тем нею Не готов продолжать И достаточно Время До конца Раунда Что его Прескотт Успел Сделать Сделать Эту горькую Пилюлю Еще более Горькой Ну смотрите Уходит Так вот Нахлобучил Тут ему Слегка Сейчас Прескотт Нет Смотрите Достоял Достоял Фигероем Сейчас нам покажут Повторы Конечно Смотрелось убедительно Он бьет Прескотт Как из пушки Это известно Всегда он этим Славился Ну 20 Из 25 Побед Нокаутом Это Очень высокий Процент Все еще Слегка Потрясенным Выглядит Фигероем А Прескотт Смотрите Чем-то На Вот Справа Попал И еще Хорошо Там С обеих Рук Добил Но там Ноги На одной Линии Стояли У героя Нам успели Только первый Нокдаун Показать Так Второй раунд Фигероя Левшая Забыл сказать Наверное Прескотт Сейчас Будет Выцеливать Потому Что Вроде Как Соперник Показал Что Готов Упасть Значит Надо Помочь Так Сейчас Заметил Что У Фигеро Тапочки Разного Цвета Ну Боксерки Конечно Вот Одна Черная Другая Другая Белая Надо Так Купить И пойти На улицу Соперник С полу Вставал В одном Раунде Конечно Когда Прескот Бьет Видно Что С душой Парень Это Делает Но Как То Как Как То Как Попал Опять Справа И Повело Повело Фигеро Но Как То Техники Маловато Все Так Прескота Но Зато С физикой Все В порядке Да Посмотрите И Широченные Плечи Раму Сумасшедшая Конечно Все Так Если бы Вот Был он Не колумбийцем А американцем И Ну Сейчас Опять Попадает Хорошо Попадает Да Так Был бы он Не колумбийцем А американцем Поработали бы С ним Очень Может быть И Была бы Другая Карьера Совсем У человека С такими Данными Бой В общем-то Уже Как будто Сказать Нарисовался Уже Все ясно Что Третий раунд Начинается У нас уже Что Никаких шансов На победу Фигерова Нет Попадает Так Крайне Мало Того Так В попыхах Там Когда Сейчас По-моему Не в этой серии Перед этим Слева Может быть И дотянулся Но ты Именно Дотянулся На излете Очень Неудобно Ему Что Настолько Выше Его Прескотт Вот А Прескотт Ну что Тут вопрос Победит Нокаутом Или победит По очкам Вроде Показал Известную Подучесть Фигерова Но Вместе У него Из четырех Поражений Только Одно Нокаутом Было Так Что Вполне Возможно Что Держит Он Очень Очень Неплохо Но По-моему Никакой Идеи Что Делать Прескотт У него Нет Единственное Поражение Нокаутом У Фигерова Было Трэндала Бейли Но Это Человек Чудовищным Ударом Обладающий Который В общем Может в любую секунду Любого боя Попасть И тогда Так сказать Все будет Закончено Он Недавно Таким образом Чемпионом Мира Стал Выигрывал Проигрывал Бой Вчистую Претенденту К Рэндал Бейли Он был Претендентом И проигрывал Бой Вчистую А потом Раз В десятом Раунде Попал С Майком Джонсом Он дрался В десятом Раунде Попал Так что Сопернику Стало Печально Жить на свете В одиннадцатом Попал Еще раз И все И там До этого До десятого Раунда Он если выиграл То может один Вот Так что Ничего Если Фигерова Проиграл Такому человеку Нокаутом Это ничего Не говорит О том Что Он Никак не говорит О том Что он плохо Держит Нет Он хорошо Держит И Судя по всему Еще И Успевает Прийти в себя Как-то Не надо Для этого Особо Много Времени Потому что В первом Раунде Два Нокдауна И второй Был Может быть На волне Первого Не сам По себе Но Там Так В глазах Туман Некоторый Был Фигерова Но Очухался Так А у нас Уже Четвертый Раунд Прескод По моему Как-то Немножечко потерял Умне Опять Прескод По большому Счету Вот Это Такая Бьющая Машина С тактикой Там С идеями Там Не очень Богато Попал Попал Значит Упадешь Или Если не упадешь То он Поможет Вот Попасть и добить Да Вот То что он Делает лучше всего А вот Если не попал Тогда Сложно Вот Это Мы Сейчас И Наблюдаем Что Попался Такой Липкий Терпеливый Боец В лице Фигерова И В общем Хотя Конечно Прескод Выигрывает Каждый Раунд И С запасом Но По-настоящему Опасных Ситуаций Больше Он Не Создал Для Соперника А Фигерова Видите Он Стал К нему Прилипать Здесь На Ближнем Бою Прескод С его Безразмерными Граблями Тяжело Развернуться Видите Вот Попытался Достать Слева Фигерова Не Получилось Или Так Опять Получилось На Излете И Он Тут Бросается Вперед И Клинчует Пятый Раунд Сразу Без Прерыва Нам Дали И Все В том же В общем То Ключе После Первого Раунда Когда Казалось Что Прескод Сможет Закончить Бой Досрочно Пошло В едином Стиле В едином Ключе Сейчас Встретил Неплохо Прескод Ну Опять Таки На Фигеро Это Слабое Впечатление Произвело Даже Контрацковать Попытался Правильно Подвижность Сочетание Сочетание С защитой Это то Что может Спасти От Нокаута Нет 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 Это Что Будет Считать Какой Нет Ну там Удар Был Да Удар Был Но Зацепился За ногу Там По-моему Правый Боковой Был Но Зацепился За ногу Прескод Мне Показалось Так По крайней Мере Наиболее Сильные Удары Пропускал Не моргнув Глазом Залито Что творится Это Конечно Главный Бой Вечера Ради Этого Пришли Но Он Всего Восьми Раундовый Я Не знаю Такой Полуотпускной Бой Пробил Слева Фигерой Перед этим Джеб Провел Прескод Но Фигерой Ответил Левым Прямым Так Налетел Как Грузовик На столб Фигерой На Прескод И Такой Отскочил Столб Слишком Мощный Что Прескод Расплетает Заедут Всего Накдаван Или нет Так Ушел Клинс Там Левый Аперкот Хороший Провел Прескод Но Давайте Посмотрим Ну да Был Правый Боковой Как я И Сказал Но Просто Зацепился За ногу Там Нет Сейчас Тут Не видно По-моему Все-таки Зацепился За ногу Расплет Ух ты Хорошо Слева Попал Сейчас Фигерой Не Независимо От Настоящий Иногда Он был Или нет Но Фигерой Стал Попадать Просто Он Он Освоился Как-то Приспособился К сопернику Тут же Бьет Не так Много Всего Достаточно Ограниченная Техника У Прескота И В общем Опытный Боксер Может Как бы Вычислить Его действия Все что Он будет Делать Причем Не Таком Даже На подсознательном Уровне Понимаете Никто Там В уме План Не пишет То есть Просто Вот Допустим Методом Проб И ошибок Отработал Уход От Удара Прескота Справа Что-то Вроде Этого И Движение Федеро Они Совсем Не Хаотичны Он Очень Точно Если Вначале Он Двигался Чтобы Уйти От Удара То Сейчас Он Двигается По-моему Чтобы Контратаковать А то И Атаковать Самому Не Дожидаясь Атаки Прескота Прескота Ну а Прескотт Знаю себе Делает То Что И Делал Су Дорогу Показывает Что По затылку Был удар Федероя Опа А тут Был удар Головой Притом Преднамеренный Как Мне Кажется Обиделся Прескотт Седьмой Раунд Смотришь На них Они выглядят Как представители Разных Весовых Категорий Причем Даже Не Смежных А На пару Весов Тяжелее Выглядит Прескотт Хотя Вот Если Верить Боксреку То Он Был Даже На полкила Легче Федеро Очень Может быть Все Так и Было На Взвешивании Но Сколько Они Набрали За Сутки После Этого Одному Богу Известное Так Заход За коленом Не Самый Правильный Прием Нижний Клинч Так Нет Там Пропустил Удар Скрючил Его Слегка Хорошо Сейчас Справа Ударил Прескотт В Короткой Серии Смотрите Как Освоился Федеро Насколько Лучше Он Стал У Второй Плавине Боя Моперкот Попал Справа Сейчас Слева Прескотт Ну Все Терпит Федеро Все Все Терпит И Уже Никак Видите Попадает Немного И никак Не выглядят Жертвы В этом Бою Помните В первом Раунде Казалось Что Сейчас Вот Все И Закончится Слева Попал Правда Паггер На выходе Получил Левый Боковой Отпрыск Это Еще раз Слева Попал И опять На выходе Получил Но Все Таки Все Таки Размены Вполне Так При своих Остается Разошелся Федеро Честь и Хвала Ему За это Очень Прилично Выглядел По крайней мере Во второй Половине Боя У нас Заключительный Раунд По корпусу Прошел Федеро Ну тут Остановил Правда По защите Но там И через Защиту Прочувствовался Два Удара Федеро Ну тут Уже Конечно Ясно Что Закончится Все Победы Преск Это По очкам Интересно Какие там Очки Судьи Выставили Выставят Ну в некотором Флоде Выставили Потому что Бой был Все-таки В августе Так что На тот момент Когда Мы его смотрим Они давно Выставили Хорошо Попал Сейчас Опять Слева Перед этим Попал Прескот Но это Как бы Прескот Положено Выпадать А вот То что Фигеро Так выровнял Бой После Такого Обескураживающего Начала Очень хорошо О нем Говорит По-моему Уже Дорабатывают Как не странно Прескот А не Фигеро Сейчас Ты уже На выходе Получил Боковой Прескот По-моему Устал Прескот Ощутимо Устал А Фигеро Нет Смотрите В пятки Вывернулся И на выходе Справа Пробил Он В этом Раунде Лучше Фигеро Контратаковал Прескот Сейчас Не очень Убедительно Убедительно Просто Не терпится Как будто Добраться Еще раз Ах ты Черт Да Не вовремя Закончилось Я понимаю Фигеро У него Стало Получаться Стало Получаться А Прескот Совершенно Вымотался Что Ждем Объявления Результата Да Не могу Вам тут Помочь Семьдесят Итры Семьдесят И ОЧО Семьдесят И Уно Итак 79-71 Семьдесят Семьдесят И Семьдесят Прескоту.